всем привет ребята из дрездена всем добрый вечер значит сейчас сегодня четверг у меня по крайней мере время без 29 я тут решила себе пожарить два кусочка рыбки маленьких маленьких нищенских нищенских на утром вечером я себе позволить такое съесть не могу для этого мне понадобится вот такая вот маленькая небольшая сковородка тоже нищенская вот сиротская сковородочка вот такое вот количество ну вот смотрите видите просто вот скребла по сусекам чуть сольки чуть муки тоже и последняя капля подсолнечное масло квартире все ребята это на утро это чтоб утром не не быть голодной сейчас я пожарю и буду долго на нее смотреть на мне будет течет слюна а утром быть может я съем эти два кусочка ладно время покажет всем привет всем доброе утро пятница завтра я себе сделала два тоста ну 7 наверное один кусочек сыра там остывает гриль потому что если есть еще рыбу то два бутерброда будет много на утром так надо немножко чтобы хлеб остыл потому что сыр очень быстро быстро плавится такой не гандится мне потом не нравится помидоры я уже порезала посолила но то я немножко время тяну так тарелка чтобы вам было видно все по красоте можно уже наверное ложить да можно положить и выбрать самый красивый помидорчик так эти помидоры сюда просто на тарелку так ну ладно и рыбу которую я вчера жарила вся уцелела видите все целое завтракай всем привет поближе ребята вот у меня тут сегодня будет немножко статистики для вас хотя я не претендую на то что эта статистика правильная да или как как это правильно сказать про статистику отражает реальность на сто процентов почему потому что у меня писали другие показатели это касается того какой процент у наших украинских беженцев работает сейчас в европе ну вот вчера кстати когда пришла с работы посмотрела один из каналов выставил вот эту вот статистику на ю тубе значит смотрите что у нас получается литва 57 процентов работающих украинских беженцев в дании 53 процента польша 48 процентов германия 27 процентов почему потому что за германию писали то ли 6 процентов то ли что ну ребят не знаю это не мои данные значит это данные за первый квартал 2024 года опубликованные в рамках исследования института по исследованию рынка труда и карьеры и об нюрнберге однако в целом ряде стран интеграция украинцев в рынок труда удался еще хуже финляндии в норвегии в румынии и испании доля тех кто пошел работать все еще ниже 20 процентов высокие показатели трудоустройства наблюдается в странах которые сделали ставку на временное пребывание беженцев объясняют в и а германия же среди стран которые ориентируются на долгосрочную интеграцию беженцев и руководствуется принципом сначала язык ну а потом работа при этом авторы исследования уверяют что размер базового социального пособия в германии если и влияет на готовность искать работу то только минимально по материалам д.в. ну не знаю мне кажется что размер социальной помощи германии достаточно высок если уж так уж откровенно честно да это минимальная ставка которую платят по социалу ну не пропадешь в принципе да то есть голоду будем откровенно говорить не сдохнешь вот так вот так что вот такие вот тела мне кажется что это неправильные цифры потому что 27 процентов работающих беженцев здесь германия ну и плюс знаете тут же надо делать какую-то градацию у кого мини-джоб у кого тыльцайт у кого фульцайт на фульцайте я думаю что ну здесь наверное работают люди ну их не так-то и много я имею ввиду беженцев не те которые вот приехали вчера на работе вот с девочкой с которой мы обсуждали этот вопрос она работает скажем так партнерской фирме да но вместе с нами и она тоже украинка она приехала сюда в германию 8 лет назад вот приехала по воссоединению семьи здесь у него был муж вот и восемь лет она здесь уже работает восемь лет причем она утверждает что она пошла работать чуть ли не с первого дня ну там было какое-то оформление документов наверное понятное дело вот но работает она там ну и ну вот теперь она подается на пмж через восемь лет только и мы с ней вчера разговаривали по поводу нас по поводу наших украинцев беженцев здесь она мне говорит ты знаешь я когда встречаюсь не очень часто говорят что я злая я говорю чего она ну вот я считаю что все кто приехал сюда больше двух лет плюс-минус два года это эти касается людей и которые здесь ничего не делают и язык не учат или учат так себе вот так вот не работают их надо обратно вернуть туда откуда они приехали это ее мнение вот я говорю ну да я практически поддерживаю я практически поддерживаю если человек который приехал сюда сидит и ножки взвесил знаете и ни черта не делает ну что ж да есть такие есть такие как говорится на youtube знаю не знала одному блогера который это уж точно если я была какой-то там властью или что-то здесь решала в германии я бы точно депортировала этого человека это просто нереально что он вытворяет что он творит и что он показывает в то время как в украине идет война когда гибнут люди гибнут солдаты тогда столько людей пострадала когда столько людей познала гуря когда столько людей осталось без крыши выехала из украины и где только народ не разбросала понимаете по всему миру разъехались кто остался в украине продолжает ну вы понимаете да как жить кто-то вынужден эвакуироваться вот у меня допустим ну как ну знакомая блогер хорошо знакомая блогер мы с ней так сказать общаемся уже много-много лет она вот буквально когда позавчера вынуждена была эвакуироваться из своего родного города да она снимала видео как она сейчас вам скажу собирала мебель показала потом пустую квартиру осталось на стене только картина нарисованная по номерам которая дочка которую дочка рисовала красками вот этими знаете ну как они называются но картина по номерам собачки их не а так все остался там какой-то может быть стеклянный столик какой-то там шкаф один а так все вывезли из квартиры полностью загрузили мебель все кухню сняли все сняли на еще квартиру всю помыла плитку помыла для того чтобы квартире было чисто чтобы не просто так уезжать и люди выехали выехали в другой город сколько она лет прожила в этой квартире какой-то ремонт красивый был сделан квартира небольшая маленькая очень уютная очень красивая кухня салатового цвета это вообще это там лялечка была не квартира просто лялечка муж оставил работу да да ребят муж оставил работу потому что ну а как он не сможет работать и выехали люди в другой город прожить столько лет и она чуть не чуть ли не плачет играть я не знаю уцелеет ли здесь что не смогу ли я сюда вернуться или не смогу и родители уговорила вот там еще родители родители долго сопротивлялись не хотели ехать и родителей забрала но потому что это а приграничная вот как-то с военными действиями зона это донецкая область там где идут каждый день обстрелы каждый день прилеты каждый день попадания в дома в какие-то в жилые дома все прилетело и либо ты уцелел а квартиры дома нету либо ничего нету никого нету и вот выбирают люди и причем она сказала что это массово сейчас массово люди эвакуируются из этого города просто массово уезжают забирают все забирают вещи забирают все пожитки все нажитки и просто уезжают а кто-то позволяет себе здесь сидя в германии церковое представление фух аж придергивает честно аж просто передергивает кому-то цирк вот такие вот дела вместо того чтобы работать вместо того чтобы учить язык вместо того чтобы хоть как-то делать какие-то шаги но это не только про одного человека нет тут же понятное дело так что вот так вот вчера на работе задержалась где-то после работы минут 20 стояли говорили разговаривали у девочки был перерыв у меня рабочий день закончился разговаривали на эту тему вот такие вот дела ладно ребята я уже тут рыбу измельчила вилкой на нервной почве буду завтракать и остык стал холодный зачем грела непонятно своей родной Украине как всегда я божаю только мирного неба только спокойных дними ночей тихих и спокойных не жарких не свободных бережи боже каждого особливо кто зараз в Украине всем вам здоровья всем вам миру и всем пока пока